Всем привет! Это программа Утро. Меня зовут Екатерина Федорова и в ближайшее время мы проведем с вами вместе. Мы будем заряжаться друг от друга, а еще немного погрузимся в исконно русскую культуру. Ведь сегодня в России отмечается День Русского Языка или Пушкинский День. Мы просто не могли обойти стороной этот великолепнейший праздник. Но помимо этого обсудим еще много интересных тем и вот что именно. 225 лет со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Детство, творчество и любовь всей жизни. Здесь мы видим Александра Сергеевича Пушкина и его скульптуру. В память о гении заглянем в музей Пушкина в Москве. Город готов к лету. Тысячи прекрасных цветов украсит Тюмень на клумбах и объектах. Покажем, как высаживают петуньи и не только. Пылки и горячие, помощник по дому. Как сделать так, чтобы утюг прослужил как можно дольше. Объявляем борьбу вредителям урожая. Сам жук может съедать огромное количество тли. Справиться с тлей легко. Есть несколько лайфхаков и мы ими поделимся. Начнем с актуального, что погода нам шепчет завтра днем плюс 22. Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 2 метра в секунду. К ночи будет чуть-чуть прохладнее до плюс 17. Ну, наконец-то тепло. Наконец-то лето. И для меня лето, например, это цветы. И совсем скоро улицы областной столицы просто преобразятся на 100%. В городе высадят несколько сотен, тысяч цветов. Ими украсят больше 100 объектов и оформят больше 200 вазонов. Работы уже идут. И в этом убедилась Ирина Ещек. Давайте полюбуемся вместе с ней. Бархат, собегония, петуния, агиратум – это лишь часть растений, которые будут радовать прохожих в этом сезоне. Максим вместе с другими подростками создает красоту в славянском сквере. Трудоустроился на лето. Опыт посадочных работ у ребенка есть. Помогал бабушке в огороде. Они находятся вот в таких баночках. Там все сдобрено сразу. Просто высаживать надо. Чтобы они держались, когда их поливают при поливке, чтобы они не упали, их нужно крепко утрамбовать в землю, чтобы они держались. Цветы высаживают по эскизам. Дизайнеры разработали их еще зимой. Рисунки переносят на клумбы. Теплая, при этом пасмурная погода – идеальное время для посадочных работ. Заранее землю проливаем. Она мокрая, если вы заметили, когда высаживали, что земля мокрая. После высадки с рассадой мы снова ее поливаем. И тоже в вечернее время. В основном полив идет в ночное время. И земли, и рассады цветов высажены. Этим летом улицы, парки, скверы Тюмени украсят 650 тысяч ярких саженцев. Цветочную рассаду привезли из Екатеринбурга. Но, тем не менее, цветы райни равновыражены в нашем регионе, можно так сказать. И цветочную рассаду мы стараемся использовать ту, которая в нашем районе с переменчивым климатом наиболее подходящая. Экзотические экземпляры мы не используем, чтобы цветы в течение всего нашего лета нас радовали. У местных садоводов спрос на цветы сейчас высокий. У этого производителя закупают рассаду целые предприятия, школы и детские сады региона. Акцент на устойчивые к заморозкам сорта. И те растения, которые более устойчивы к нашему климату, потому что у нас тот дождь, то солнце. Естественно, мы уже подбираем те сорта, которые подходят к нашему региону. Берем даже тоже питунь, вот самая ходовая позиция. Но если не знать сорта, они все подходят к нашему региону. Городские клумбы оформят в Тюмени на площади свыше 12,5 тысяч квадратных метров. Погода, подходящая для озеленения территории. И совсем скоро любимые места отдыха тюменцев заиграют яркими красками. Есть немало людей, которые верят в способность цветов оказывать влияние на эмоции и настроение. На это даже есть цветочный гороскоп эмоционального, например, рака. Вдохновят гвоздики. Целеустремленным тельцам подойдут тюльпаны. Вообще, достаточно интересная информация, но классический гороскоп, я думаю, вам больше по душе, поэтому сейчас он в эфире. Давайте смотреть. Овны. Работа в одиночестве будет более эффективна для овнов, так как вы сможете сконцентрироваться на действительно важных вещах и не отвлекаться на разговоры с коллегами. Однако старайтесь проявлять дружелюбие в спорах и не доказывайте свою точку зрения на повышенных тонах. Тельцы. Некоторые собеседники сегодня настроены негативно и, кажется, стараются вывести вас из равновесия. Лучше заниматься делами уединенно, ни на что не отвлекаясь. Это хорошее время, чтобы подвести предварительные итоги, наметить новые цели. Близнецы. Постарайтесь ответить на вопрос. Есть ли у вас ресурсы, чтобы реализовать свои желания? Если их достаточно, смело беритесь за дело и добивайтесь своего. Если вы пока не уверены в своих силах, подготовьте для начала надежный фундамент и составьте четкий план действий на будущее. Раки. Звезды советуют ракам 6 июня не давать обещаний, которые сложно будет выполнить, и не откладывать текущие дела на другой день. Решайте проблемы сразу, так вы избежите сложностей и задержек в работе. В личных отношениях проявите такт и вежливость, чтобы не обидеть партнера, резкими словами. Львы. Чем больше встреч и мероприятий вы сегодня посетите, тем выше шанс получить выгодное предложение и познакомиться с влиятельными людьми. Настраивайте себя на прекрасный результат и больше общайтесь. На личном фронте проявляйте дипломатичность и гибкость в спорах. Девы. В этот день вы чувствуете себя уверенно и можете решить многие сложные вопросы. Разговоры с начальством или влиятельными людьми будут удачными и есть шанс продвинуться в профессиональной сфере. Хороший день, чтобы строить планы и искать новые пути развития. Сегодня замечательный праздник, день русского языка. Конечно же, эту дату привязали ко дню рождения великого поэта Александра Пушкина. Его творчество сопровождает нас всю жизнь. Детство – это сказки. Школьные годы многим запоминаются поэмами, отрывки из которых учили наизусть. А сейчас мы перечитываемся и наслаждаемся потрясающим языком. Моя коллега, корреспондент Дарина Халина, сейчас работает в Москве. И, конечно же, в этот день она заглянула в музей Пушкина и готова поделиться впечатлениями. Государственный музей, посвященный поэту Александру Сергеевичу Пушкину, был открыт в Москве в 1961 году. Это основное здание, оно располагается в усадьбе Хрущевых-Селезневых. И вообще музей включает в себя несколько корпусов и более 200 тысяч единиц экспонатов. Это предметы-бандоличные вещи поэта, а также его художественная коллекция и частная коллекция литературных сочинений. Предлагаю посмотреть подробнее. При входе мы видим портрет Александра Сергеевича, а дальше мы попадаем в залы с экспонатами, которые посвящены творчеству поэта, живопись, скульптура и даже фарфоровая посуда. В музее 15 залов. Каждый рассказывает об определенном этапе жизни поэта. Этот посвящен детству Александра Сергеевича. Мы видим портрет маленького Саши, а также его ночную рубашку. Но этот зал нас погружает в эпоху 19 века. И вот мы видим предметы, которыми пользовался Александр Сергеевич. Его стол и письменные принадлежности, из-под которых вышли десятки известных на весь мир произведений. А здесь мы узнаем его историю с Натальей Гончаровой. Дальше мы видим залы, которые посвящены творчеству автора и его произведения. Зал номер 10 «Пиковая дама». Здесь мы можем увидеть первую публикацию произведения, а на столике пистолет и карты пушкинского времени. Следующие залы посвящены медному всаднику, капитанской дочке и другим не менее известным произведениям. В зале, который завершает выставку, мы можем узнать историю последних лет жизни Александра Пушкина. На втором этаже располагается уже другая выставка, посвященная сказкам Александра Сергеевича. Сказка о царе Салтане, о мертвой царевне, о семи богатерях, о рыбаке и рыбке. Мы словно попадаем в мир, созданный поэтом, и узнаем знакомые с детства истории. Заканчивается экспозиция в летнем саду. Здесь мы видим Александра Сергеевича Пушкина и его скульптуру. Но вообще могу сказать, что на посещение музея у меня ушло примерно два часа, и впечатления просто незабываемые. Здесь можно узнать все и о самом авторе, ну и, конечно, познакомиться с историей создания его произведений и окунуться в мир его сказок. В деревне Суботино Тюменского района установили мемориальную доску бойцу Игорю Нестеренко. Летом 2022 года он отправился добровольцем в зону специальной военной операции и погиб в октябре того же года. Игорь Нестеренко был снайпером в подразделении Тайга и состоял в общественной организации ветераны-пограничники Тюменской области. До СВО мужчина трудился в военизированной охране при железной дороге. На месте его работы и установили мемориальную доску. В Тюменском филиале Государственного фонда защитники Отечества подвели итоги первого года работы. Напомню, он был создан по поручению Владимира Путина, чтобы помогать ветеранам СВО и семьям погибших. Вся работа на личном контроле полпреда в Уральском округе Владимира Якушева. За год в наш филиал фонда поступило более 6 тысяч обращений и решено 12 тысяч вопросов. Что именно было сделано, расскажет Анастасия Ализаревич. Кто лучше станцует, быстрее соберет пазл и выполнит задания аниматоров на скорость. В годовщине фонда защитники Отечества в Тюмени организовали праздник. Его участники – дети погибших бойцов. Оксана Сергеева с маленьким сыном. Папа Вани ушел на СВО добровольцем. Погиб под Клещеевкой. Награжден орденом мужества. Когда случилась вся эта трагедия, естественно, я обратилась в этот фонд. Мне позвонили, сказали, назначили координатора. И с тех пор меня ведут девочки этого фонда. Я очень довольна их участием в моей жизни. То есть помогли оформить все социальные пособия. Огромное просто спасибо фонду, всем его сотрудникам, ну и организаторам. Такой объем работы фонд сделал. Это словами просто не описать. Они окружили нас, ветеранов спецоперации, с таким вниманием, такой заботой, что даже нет слов. За каждой семьей ветерана боевых действий в области закреплен координатор. Все задачи, поставленные президентом, выполняют в срок, говорит Динара Паштаренко. Ветеранам помогают оформить удостоверение и все меры соцподдержки. Содействуют в обучении. По вопросу трудоустройства, конечно, взаимодействуем с центром занятости, с центром опережающей профессиональной переподготовки. Они консультируют и индивидуально сопровождают каждого ветерана. Более полутора тысяч обращений за год только по медицинским вопросам. Для ветеранов бесплатная медреабилитация. Ее прошли более двухсот бойцов и членов их семей. Многие побывали в центре «Городостроитель». Пятьсот человек воспользовались помощью психологов. Бойцам с ампутацией помогли с протезированием. А с апреля в фонде ввели еще одну бесплатную услугу. Фондом была инициирована диспансеризация вернувшихся бойцов. Для этого они должны обратиться к нам в фонд, либо в свою поликлинику, где в течение одного дня они смогут пройти всех специалистов, необходимых сдать анализы. За год организовано свыше трехсот мероприятий. Более восьмидесяти ветеранов вовлечено в спорт. Бойцы занимаются пулевой стрельбой, излуком, метанием ножа, армрестлингом, играют в футбол. Сдают на разряды и занимают призовые места на турнирах. Наша команда участвовала в окруженном Кубке защитников Отечества и привезла оттуда восемь медалей. Мы заняли третье командное, общекомандное место. Это тоже наша такая гордость. Большая работа и с семьями ветеранов где растут дети. Для них фотосессии, конкурсы и экскурсии. Ребята побывали в центре «Аванпост», клубе авиамоделирования и на мастер-классе у реставратора Святослава Шитова. 50 веселых и подвижных мероприятий каждый месяц. Самих же бойцов привлекают к работе по патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны проводят уроки мужества для школьников и дошколят. А сами участвуют в творческих конкурсах, пишут стихи и песни. И признаются – это был год, изменивший их жизнь. И это не все, о чем мы хотели рассказать вам. После небольшой паузы продолжим наш утренний эфир и будем просыпаться вместе. Пылки и горячие – помощник по дому. Как сделать так, чтобы утюг прослужил как можно дольше? Объявляем борьбу вредителям урожая. Сам жук может съедать огромное количество тли. Справиться с тлей легко. Есть несколько лайфхаков, и мы ими поделимся. Всем еще раз доброе утро. Наша студия продолжает свою работу. И сейчас хорошая новость для горожан. В Тюмени приступили к благоустройству парка имени Константина Лагунова. Напомню, что именно тюменцы выбрали эту территорию для благоустройства. А после сами решали, чем наполнить пространство. Итак, встречать гостей парка будут сказочные персонажи из произведений знаменитого писателя Фомка, Ромка и Артос. Их изготовлением уже занимаются в мастерской. Здесь у нас лапы начинаются, линии силуэт у нас идет, какие-то боковые линии. Этот процесс, он не быстрый, он сложный, если, допустим, сравнивать с обычными мафами, это скамейки или урны. То есть, если здесь уже процесс отработан, то в данных изделиях много промежуточных встреч, возможно, какие-то поправки. Работа кипит и на самой площадке нужно сделать детские и спортивные площадки, амфитеатр. Задача сохранить массив зеленых насаждений, но создать все условия для отдыха и досуга. Кстати, здесь разведут потоки горожан, которые катаются на самокатах или велосипедах и просто прогуливаются по территории. Это будет первый парк в Восточном округе. Его преображают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и планируют открыть в обновленном виде уже осенью. Представлены несколько видов покрытия. Это асфальтовые дорожки для прогулок, это асфальтовые велодорожки и галичное покрытие для, можно сказать, спортивной ходьбы, я бы так это назвал. То есть, они разделены по токе, пересекаться они не будут. Парк очень продуманный в этом плане. Летом найдутся сотни дел, которые будут радовать вас. Не упускайте ни единые минуты, чтобы порадоваться теплу и солнцу. Вообще, в интернете полно списков, и в первых рядах это организовать пикник с друзьями, покататься на велосипеде, походить босиком. Составляйте свой, но прежде чем составлять его, не забудьте послушать гороскоп. Вдруг там есть что-то вдохновляющее. Весы. День обещает яркие эмоции и удачное стечение обстоятельств. Будьте решительнее, используйте этот день, чтобы приблизиться к своей цели. Контролируйте свои слова в общении с близкими, чтобы не начать ссору. Лучше провести день уединенно, ограничив контакты и избегая шумных мест. Скорпионы. День удачный в любовных отношениях. Если вы пока свободны, то можете встретить важного человека, который изменит вашу жизнь. Старайтесь больше знакомиться и встречаться с новыми людьми. В работе уделяйте особое внимание деталям. От них сегодня может зависеть успех всего дела. Стрельцы. Благоприятный и плодотворный день для стрельцов. Используйте все возможности, которые сегодня предоставит вам судьба. Если что-то уйдет из вашей жизни, то это место обязательно займет новое и интересное. Полезно заниматься финансовыми вопросами. Есть шанс получить крупную сумму. Козероги. Найдите комфортный для себя ритм и работайте не спеша. Желание успеть как можно больше приведет к необязательным ошибкам. Чтобы не сожалеть о содеянном, продумывайте каждое решение или действие. Будьте аккуратнее в суждениях или критике окружающих. Вечер проведите в семейном кругу. Водолеи. Если вы хотите получить помощь от кого-либо, действуйте мягко, говорите больше комплиментов и лестных слов. Сделайте сюрприз своей половинке, приготовьте романтический ужин, пригласите на свидание. Также полезно провести время в одиночестве и поразмышлять. Рыбы. Дела и работа у рыб будут продвигаться быстрее, если они будут общаться с окружающими, обсуждать насущные проблемы и обмениваться информацией. Будьте дружелюбнее, проявляйте инициативу, знакомьтесь. Новые проекты нуждаются в более тщательной подготовке. Время для их реализации еще не пришло. Сегодня день рождения электрического утюга. Считаю, что это величайшее изобретение, которое облегчает быт. Прочитала историю и удивилась, что раньше утюги весили, представляете, около 10 килограммов, а еще первые модели могли самовозгореться и очень-очень долго нагревались. Конечно, ни о каком терморегуляторе речь не шло. Сплошная пытка, но зато сейчас гладить одно удовольствие. Только вот как продлить жизнь горячему помощнику, расскажет наш корреспондент Варя Доронина. Утюгом мы пользуемся часто, а вот обновлять его хочется реже. Сегодня расскажу вам, как продлить срок службы этого прибора. Первый совет. Использовать нужно только дистиллированную воду и сливать ее после каждого использования, во избежание налета или ржавчины. Если же утюг все-таки загрязнился, то подойдет карандаш для очистки. Главное – внимательно прочитать инструкцию. Есть и другие способы. Способ простой очистки мы чистим кислотой. То есть накипь ржа – это у нас что? Это у нас кислая среда, соответственно, на окисление мы воздействуем тоже кислой средой. Вот. Кислая – кислым. Соответственно, это любая кислота. Но не те, которые продают, допустим, уже разведенные в супермаркетах, под видом натуральная лимонная кислота такая продается. Ее не надо, потому что она с сахаром, с добавками, со всем чем угодно. А обычная лимонная кислота, лучше щавелевая кислота, разводим и на пару просто прогоняем утюг. Чтобы избежать порчи одежды, нужно внимательно смотреть на этикетки вещей. Число точек в значке утюжка указывают на максимально допустимую температуру. Такого понятия, наверное, как нельзя. Оно применимо только к какой-то совсем синтетике. И то это можно на совсем низких температурах, с применением каких-то защитных материалов в виде проутюжек. В быту это называется. Для того, чтобы на одежде не оставалось заломов или ненужного блеска, раньше использовали марлю. Сейчас существует специальная сетка для глажки, которая несет в себе те же самые функции. Кроме того, при глажке на высоких температурах погибают вредоносные микроорганизмы. Поэтому пренебрегать этой процедурой, особенно при уходе за детской одеждой, не стоит. Вот хорошие советы. Недавно я не посмотрела этикетку и сожгла любимые штаны. Вообще, если честно, гладить я не очень люблю. Возможно, потому что у меня утюг не с парогенератором, который я очень хочу. А вот готовить – это, пожалуйста, это да, любимый утренний ритуал. Думаю, у вас тоже готовка. Думаю, это вообще, знаете, что-то сродни медитации. Особенно, если блинчики, ведь там столько нюансов, чтобы тесто было достаточно жидким и легко растекалось по сковородке. И вот новый рецепт идеальных карельских блинчиков от нашего ТВ-шефа Анастасии Семяневой сейчас в эфире. Широка страна моя огромная, и в каждом регионе есть свой особенный рецепт приготовления блинов. Поэтому сегодня хочу познакомить вас с рецептом приготовления карельских блинчиков. Их особенность заключается в том, что блинчики не жарятся, а выпекаются в духовке. А для начинки мы будем использовать своеобразную рисовую кашу, что является очень интересным. Для приготовления изначально нам необходимо подготовить начинку. Хорошо промытый и высушенный рис мы заливаем молоком, добавляем соль, сахар и варим до готовности. Ну а далее самое необычное – это тесто на блинчике, которое состоит из двух, ну ладно, трех ингредиентов. Первое – это ржаная мука, второе – вода и третье – соль. И все! Несмотря на то, что в тесте нет яйца, на удивление оно получилось очень однородным и пластичным. Я думаю, с ним будет дальше очень удобно работать. И, собственно говоря, дальше мы делим тесто на лепешки, раскатываем и выпекаем в духовке при температуре 160-180 градусов в течение 10 минут. Раскатываем тонкую лепешку. При желании, конечно, можно по краю обрезать вот эти все неровности с помощью какой-либо формы. И тогда у вас будет круглая ровная лепешка, но мне же, напротив, хочется придать некой ремесленности, поэтому я оставлю всю эту неидеальность. После того, как блинчики отпеклись, они будут достаточно жесткие, поэтому их необходимо смазать обильно сливочным маслом, накрыть полотенцем и оставить для того, чтобы они выпарились и стали более мягкие от своей же температуры. И после того, как блинчики стали плюс-минус податливые, смазываем их рисовой начинкой. Ну и вот наши блинчики готовы. На самом деле, мне очень интересно их попробовать, ведь с таким рецептом я сталкиваюсь впервые. Интересно. Такой достаточно плотный, характерный блин, чуть горчит из-за муки. При этом нежная, практически пудинговая начинка из-за риса дает достаточно интересное сочетание. Не могу сказать, что теперь я буду каждое воскресенье готовить эти блины, но я рада, что я все-таки это попробовала. А сейчас предлагаю отметить замечательный летний и актуальный праздник. Не поверите, какой всемирный день борьбы с вредителями. Цель праздника – донести до людей важность этого процесса. Хороший повод уделить время, почитать какую-то, например, полезную статью или посмотреть сюжет, который мы приготовили. Несколько лайфхаков, как бороться с тлей. Оказывается, самый главный помощник в этом деле – божья коровка. Самый злобный враг садоводов – тля. В этом году ее особенно много, ведь зима выдалась теплой, а весна – ранней. Бороться с ней в июне можно и даже нужно. Главное – выбрать подходящий способ. Если до распускания почек можно было обработать и химическими препаратами более сильными, то сейчас лучше, конечно, пользоваться биологическими препаратами. И очень внимательно смотреть, как использовать этот препарат. Сделаете большую дозу – можете сжечь само растение. Сделаете маленькую дозу – не поможет против данного вредителя. Кроме препаратов можно использовать природные средства. Божья коровка – это главный враг тли. Она может уничтожить до 5000 вредителей, то есть полностью очистить дерево за короткий срок. Некоторые люди не знают в лицо личинок божьей коровки. Поэтому они думают, что это какой-то вредитель, начинают его давить. У, страшный жук какой-то, да? А на самом деле это наш помощник в борьбе с тлей. Это личинка божьей коровки, красавица. Никогда ее не уничтожайте, потому что она может, потом и сам жук может съедать огромное количество тли. Опытные садоводы пытаются привлечь божьих коровок на свой участок. Для этого расставляют неглубокие тарелочки с водой. Получается удобная поилка. Также можно распрыскивать по всей территории смесь из сахара, дрожжей и воды. Божьи коровки с удовольствием поселятся на таком вкусном участке. Привлечет этих насекомых и полянка с полевыми цветами. Можно выделить небольшой участок и посадить там ромашку, василек и тысячелистник. А еще божьи коровки любят душистые травы – укроп, мяту, фенхель и петрушку. Самые продвинутые садоводы покупают готовую ферму божьих коровок. С таким подходом у тли просто не останется шансов. Правильная обработка, полезные насекомые и ваши растения всегда будут чистыми и здоровыми. Вот такое утро у нас получилось. Хочу, чтобы ваш день прошел великолепно. А в вашем списке дел на лето появились маленькие радости. Например, не забудьте погулять под дождем, встретить рассвет на набережной. И, возможно, съесть килограмм черешни. И, конечно же, не забывайте встречать утро с нами. С вами была Екатерина Федорова. Всего волшебного вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok